Здравствуйте, Ялиля Игликова. О механизмах решения проблем говорим с экономистом, общественным деятелем Айдаром Алибаевым. Айдар Байдуулетович, здравствуйте. Здравствуйте. Второй президент вчера провел первое после инаугурации расширенное заседание Кабмина. Со стороны главы государства прозвучало, если вы обратили внимание, очень много критики по многим направлениям. И финансовая система, и в адрес Министерства обороны, и КАЗАГРА. И также он говорил о неэффективных проектах, принятых государствах, и о недостаточном инвестировании, иностранном инвестировании в последние годы. Со стороны может показаться, что это как бы традиционное преступление чиновника в должность. Посмотрите, какой бардак. Что я принимаю? Вам так не показалось? Знаете, я бы так сказал. Если посмотреть на то, что мы сегодня имеем, в первую очередь, конечно, допустим, в экономике, в финансах, в социалке, то даже та критика, которую вы сейчас о чем говорите, та критика, которая прозвучала из уст Такаева, я даже считаю, что это очень мало. Я считаю, я даже, честно говоря, предполагал, что будут увольнения, очень серьезные наказания будут. Ну что такое министру обороны строгий выговор за то, что произошло в Арысе? Это, знаете, это похлопывание по плечу. Я так расцениваю. С другой стороны, мы же знаем, что склады боеприпасов в Арысе уже им как минимум лет 30. Я даже, знаете... За это время сменилось 10 министров обороны, а получает по шапке именно действующий. Ну, потому что, как обычно бывает, чиновничий в мире попался под горячую руку, под горячую ситуацию. Я даже не хочу тему Арысе обсуждать. Я уже как-то об этом говорил и в вашей студии, и в статье писал. Это стопроцентная ответственность государства в лице ее структуры, Министерства обороны. И ответственных там не один министр, а большое количество людей. Но не будем об этом. Я хочу сказать, что любого министра, которого поднимали, любого Акима, там, знаете, непаханная целина проблем. Непаханная целина ничего не делания на протяжении 30 лет. Непаханная целина безответственности, тотальной коррупции и прочего, и прочего, и прочего. И то, что вы назвали критикой Такаева, я считаю, что Такаев, наоборот, вчера по отношению к этим чиновникам, вел себя очень мягко, очень интеллигентно. И как бы не получилось так, что чиновники сделают вот такие выводы, что, а, ну, будем теперь так же его водить за нос. Понимаете? То, что вчера они говорили, иначе как водить за нос нового президента, я это не назову. Почему? Ну, посмотрите, любого поднимают, у него все хорошо. Экономика растет, уровень жизни растет, худо-бедно, может быть, там показатели не такие, как хотелось бы, но тем не менее растут. По строительству жилья, по инвестированию там в сельское хозяйство, да, и прочее, и прочее. Сейчас не будем останавливаться на каждом. Акимы вставали, дома строятся, детсады строятся, школы планируются. Вон Шукеев даже международный аэропорт в Туркестане уже запланировал, я не понимаю только зачем. Вот. И так далее. Эта благостная картина мне очень не понравилась. Знаете, с точки зрения того, что рисуют наши чиновники, они академики, с точки зрения умения рисовать вот такие вот красивые картины. Я надеюсь, что это первое выступление, я так надеюсь, Тукаев сознательно не стал обострять, дал возможность им высказаться, как говорится, примет к сведению, изучит, но следующее заседание, я думаю, должно произойти в намного более жесткой форме. Этого, видимо, произойдет где-то в сентябре или в октябре, да, уже когда начнется новый активный год политический. Я думаю, тогда он должен показать, что больше так рисовать такие картины номер не пройдет. Надо отвечать, надо реально нести ответственность за свою, извините, болтовню, причем ответственность серьезная. Ничего не делание чиновников, о котором вы говорили, наверное, было бы не так страшно, как разбазаривание государственных денег. На заседании также говорилось о строительстве, о проекте легкорельсового транспорта в Нур-Султане. В Нур-Султане 100 миллиардов тенге уже пропали, по сути дела. И теперь стоит вопрос, продолжать строительство или заморозить, или что. Деньги потрачены уже не вернешь, и это только один из примеров. Да, мы знаем, что в Казахстане есть множество и замерзших строек, и неработающие заводы построены. И мы помним недавний пример за баснословные деньги, допустим, отстроенный фонтан, который уже сейчас требует капитального ремонта. Опять серьезных вложений. И таких примеров очень много. Проект ЛРТ, это вообще, знаете, я бы назвал это пиком абсурда по-казахстански, коррупционного абсурда. Понимаете? Во-первых, он изначально был не нужен. Он не экономический, ни в каком другом смысле. Он не целесообразен. В Астане никогда не было и вряд ли когда будут такие потоки пассажиров из аэропорта на ЖД вокзал. И то, что сегодня потеряно 100 миллиардов, а суммарная, насколько мне известно, по бизнес-плану суммарная стоимость этого проекта где-то 800 миллиардов, то, на мой взгляд, логичнее, разумнее и целесообразнее согласиться с потерей этих 100 миллиардов, прекратить это никому не нужное строительство, потому что на нем еще будет разворованный из оставшихся 700 больше половины, наказать виновных в том, что на сегодняшний день произошло, и попытаться максимально извлечь сколько можно денег назад. Ну, понятно, что без потерь это не обойдется. Но, как я уже сказал, это пик, это лакмусовая бумажка происходящего в стране. А то, что происходит, мы все прекрасно знаем, что, как вы выразились, недостроенные объекты и так далее. Но о чем говорить, если спикер парламента Нигматуллин на прошлой неделе вдруг обнаружил, что на протяжении последних 10 лет только по программам занятости, только одной сферы занятости неэффективно было потрачено 964 миллиарда тенге. Это почти 3 миллиарда долларов. Вы представляете, и как он выразился, эффекта нет. И как он еще выразился, пора предпринимать меры. Вы представляете, 10 лет там воровали, 10 лет с точки зрения увеличения занятости никаких улучшений не произошло. И, наконец, через 10 лет спикер заявляет, пора начать спрашивать. И еще очень характерный такой штрих к портрету всей этой ситуации. Вот на фоне вот этого беспредела, коррупционного, воровского, который творят наши чиновники, один из руководителей, кажется, член правления или заместитель председателя палаты Атамикен, Лязат Рамазанова, на голубом глазу заявила тоже вот в начале этого месяца, по-моему, что госаппарат казахстанский по какому-то там рейтингу, не знаю, по какому она, где его нашла, входит в пятерку самых эффективных госаппаратов мира. Единственное, с чем я могу с ней согласиться, доля правды в ее словах есть, наш госаппарат, наверное, действительно входит в пятерку самых эффективных в мире по воровству, по коррупции и по отсутствию реальных результатов. Что касается выступления Нурлана Нигматулина, то я могу здесь даже процитировать. Настала пора спрашивать первых руководителей госорганов за неэффективное использование бюджетных средств. Интересно было бы узнать, по каким таким критериям он определил, что пора уже настала. Ведь мы, собственно, помним, в этом же выступлении говорилось о 5% безработицы в Казахстане, которые сохраняются уже на протяжении многих лет. Да, стабильно. Да, и говоря об объективности, о честности этого выступления, нельзя не отметить, что опять же все самозанятые выпускаются из виду. Самозанятые у нас выпускаются из виду на протяжении всех 30 лет. Они, знаете, как... Я даже не знаю, с чем сравнить. Очень хитрая формулировка по отношению к самозанятым, которую придумали у нас. Она позволяет их не учитывать в качестве безработных. Потому что если сейчас взять, назвать их своим именем безработные и включить их в официальную статистику, тогда уровень безработицы в Казахстане будет на уровне 35-40%. И это будет близко к правде. И это будет близко к правде. И вот теперь представьте, на основании таких показателей, вот если мы будем отталкиваться, что реальная безработица на уровне 35-40%, за 10 лет для решения вот этого вопроса разворовано 3 миллиарда долларов и не сделано ничего. И не сделано ничего. Можно привести кучу примеров, если заходить в частности, как четко там все это делается, как там и мертвых душ очень много, там и мертвых программ, там и никому не нужны кружки, секции, школы и так далее, и так далее, куда вписывается огромное количество людей. И на протяжении 10 лет тысячами ручейков и ручьев эти деньги растекались. И вот почему-то только сегодня. А вот представьте, это только программа занятости. А сколько у нас других программ по поддержке малого и среднего бизнеса, по газификации, по обеспечению водой, по социальной программой, по инвалидам, сотни программ. И если только по занятости, почти триллион, можно сказать, освоили в кавычках, то представьте, в дополнение к этому, сколько триллионов за эти 10 лет было освоено по другим программам. Здесь непаханная целина. Именно поэтому я считаю, что, мне кажется, президент Такаев сознательно провел первое заседание в таком, знаете, мягком ключе. Потому что, мне кажется, ему надо было присмотреться просто. Что будут говорить, как будут говорить, атмосфера какая. Все. Я думаю, он сделает. Раз мы говорили о социалке. Согласны ли вы с Касамжимартом Такаевым о том, что у многих в Казахстане требования по жилью несколько завышены? Ну, наверное, наверное. Каждый человек хочет иметь лучше и больше. В первую очередь, конечно, жилья. Но мы же прекрасно понимаем, что сегодня жилье просто недоступно людям. Это вот другая сторона этого вопроса. А жилье вчера тоже неоднократно там поднимался вопрос. Акимы красиво говорили, как у них там все это строится. Но ведь мало того, что строится. В Алматы, посмотрите, вся Алматы заставлена новыми стройками. Но это же совсем не значит, что решаются проблемы жилья. Почему? Посмотрите на стоимость квадратного метра. Она ведь не имеет никакого отношения, во-первых, к реальной себестоимости. И, во-вторых, никакого отношения не имеет к средней заработной плате казахстанцев. Один квадратный метр, людям надо работать на один квадратный метр от полугода до года. Это что за стоимость жилья? И, конечно, не говорить об этом нельзя. И как на протяжении всех 30 лет эта проблема была одна из острейших, так она сегодня и остается. А Акимы, они, как всегда, причёсывают ситуацию. Они ставят её красивее, чем она есть. Я считаю, что в этом направлении с ними надо быть намного жёстче. Государственные программы по приобретению жилью, мне так кажется, погружают людей в финансовую кабалу от банков на много и много лет. Как видите эту ситуацию вы? Ну, во-первых, я об этом писал. Знаете, здесь всё-таки должна быть социальная составляющая со стороны государства намного больше. С точки зрения потенциального богатства нашей страны и с точки зрения потенциальных возможностей мы можем себе это позволить. Это первое. Второе. Надо просто повернуться к людям, лицом. И третье. Надо исключить из этой цепочки банки вообще, как институт. Как институт. Потому что ломбардно-ростовсическая банковская система в этом отношении она только усиливает негативные последствия получения вот этой, знаете, кабалы. а механизм для того, чтобы исключить эти банки и напрямую при наличии политической воли и желании пойти людям навстречу, механизм там несложный. Говоря о легкорельцевом транспорте, немного вернемся назад, вы заговорили о целесообразности проектов. У меня такой вопрос. Можете ли вы назвать проекты, которые являются явно успешными, целесообразными? Уже состоявшиеся? Да, состоявшиеся. Проекты последних лет. Например, Экспо. Насколько это был целесообразным проектом? И что известно, скажем, о планшетном и вертолетном заводах, которые были построены? К сожалению, с точки зрения, чтобы назвать вам пример удавшегося, целесообразного, нужного производства, который эффективно сегодня дает продукцию Made in Kazakhstan, к сожалению, назвать не могу. Не обязательно производство, любой проект. Любой проект. Не могу назвать вот так сходу. Все вот эти, то, что вы назвали, вертолетно-планшетные, там еще какие-то, ну это же сплошное очковтирательство, за которое надо жестко было наказывать. Если возьмем Экспо, то здесь двоякое. Ну как бы с одной стороны, вроде бы повестка дня Экспо была актуальна, но с точки зрения, извините, в стране, где спекулируют углем в предстоящий зимний период, говорить о зеленых технологиях, ну знаете, это какое-то, это даже какое-то издевательство. И еще один штрих, с точки зрения тех денег, которые были потрачены на проведение Экспо, тоже возникает вопрос о целесообразности этого Экспо. Оно не стоило этих денег. И тот эффект, на который рассчитывали, международный там и так далее, оно тоже не стоило. Никакого такого эффекта не было. Вот. Это было ярмарка тщеславия. По-другому я это не расцениваю. Когда на том же заседании поднимался вопрос о том, почему в последнее время снижается приток иностранных инвестиций, министр иностранных дел сказал так, в закрытую дверь инвестиции не придут. Мне кажется, что этой фразой он, собственно, обобщил все то, о чем мы сегодня говорили. Министр иностранных дел Атамкулов, я снимаю шляпу, молодец. Молодец в том смысле, что, пожалуй, его можно назвать первым, который более-менее сказал или правду, или что-то близкое к правде. Потому что, кроме того, что закрытая дверь для инвестиций, он еще сказал, что на местах нету неприкосновенности частной собственности и инвестиций. Это очень важные слова. Потому что, действительно, на местах любой бизнес, который поднимает голову, неважно, местный или зарубежный, он попадает в очень тяжелую ситуацию. И еще он сказал, как бы немножко с удивлением, что наши бизнесмены не хотят инвестировать и уводят свои деньги из-за рубеж. И президент Акаев удивился, разве, говорит, у нас в Конституции не сказано о защите инвестиций. И здесь абсолютно я согласен с министром иностранных дел в том, что он сказал эту правду наконец, что у нас не защищена инвестиция, у нас нет законодательства, потому что в любой момент могут поменять. Пришел новый Аким и говорит, все, никаких договоренностей, которые у вас были с прошлым Акимом, я не признаю. Будете разговаривать со мной. То же самое министр, любой новый. И так далее. Можно привести много примеров. Я знаю одного, сейчас он не работает в нашей стране, был знаком с одним иностранцем, который проработал в нашей стране лет 7 или 8 и был вынужден уйти. Потому что он говорит, при всей той выгоде, которая здесь есть, уровень откатов и нервотрепки просто зашкаливает. Я, говорит, просто дальше уже не могу. Но, говорит, у меня есть факт, которым я могу похвастаться. Это он мне сказал в частной беседе. Какой? Он говорит, я около 40 потенциальных инвесторов зарубежных отговорил заходить в Казахстан. Я им сказал, если вам надоела спокойная жизнь, заходите в эту страну. И это близко к правде. И это пересекается с тем, что сказал Атамкулов. Здесь надо очень жестко наводить порядок. Потому что чиновничий беспредел. С одной стороны мы говорим, давайте заходите инвестору. А с другой стороны каждый из них говорит, что я самоубийца заходить в эту страну. его раздевают здесь по полной. Он попадает в такие условия, что дай бог вообще свое унести отсюда. Не только там, о какой прибыли можно говорить. Поэтому здесь то, то, что Атамкулов сказал, это очень хорошо. И это означает, что здесь надо жесткой рукой наводить порядок. Еще хотелось бы процитировать немножко Атамкулова. Самый главный вопрос сказал он. Судебная система, ее прозрачность и справедливость. Налоговая система, ее надежность, стабильность. Миграционную систему надо доработать. Мне кажется, очень важные вопросы поднял министр. И наверное, это тоже какой-то переломный момент. Кажется, что на расширенных заседаниях действительно будут обсуждаться и решаться важные вопросы. Я надеюсь, знаете, что вот с таким вот поведением или с такими вопросами, которыми задавал Атамкулов, знаете, будет переломлено вот это вот правило, когда все молчали и все боялись вообще говорить о чем-то реальном и живом. И то, что он поднял эти вопросы, это очень хорошо, и эта тенденция, если будет нарастать, это будет хорошо для всех. То, что он сказал насчет судебной системы, миграционной политики, там, налоговые, абсолютно правильные вопросы, это очень больные темы. Ну, про судебные, ну, извините, уже ленивый только не говорил. Судебную систему надо переформатировать тотально. Оттуда гнать надо 95% сегодняшних судей со стажем более трех лет работы. И когда контраргументы говорят, что вот, мол, а где мы возьмем профессиональных судей? Да не нужны нам профессиональные судьи, поймите. Почему? Я вам объясню. Очень просто. Представьте, зачем вам профессиональный судья, если он судебные решения принимает не по профессионализму, а по размеру взятки или по телефонному звонку? Так лучше пусть будет мальчик, выпускник юридического института, который найдет соответствующую статью закона и примет решение не по взятке, а по соответствующей статье закона и по честному решению, по справедливому. Зачем тогда профессионализм в суде в данной ситуации? Как бы это абсурдно не звучало, но это так. Я предпочту непрофессионального молодого юриста со стажем один месяц работы после института, чем вот этого многоопытного взяточника. То же самое можно сказать про миграционную полицию, про налоговую систему, но ведь они же все построены так, что людям просто увеличивают количество проблем. И еще один момент, самое обсуждаемое, пожалуй, это заявление президента о Казагре. Ваша позиция по этому вопросу? Про Казагре я считаю очень хорошо, что прозвучало и то, что президент поднял этот вопрос. Во-первых, я бы хотел подписаться полностью под его решением о запрете на создание новых квази-государственных компаний. Это очень хорошее решение. Я бы еще добавил сюда, если бы он еще запретил квази-государственным компаниям осуществлять зарубежные заимствования денег, которые они сегодня уже сколько лет делают, потом бездумно тратят, разворовывают, а все это в конечном итоге ляжет на государственный долг. Вот здесь тоже надо это делать. Кстати, я бы еще добавил, если бы еще президент запретил акиматам всех уровней создавать вокруг себя всякие тошки, которые тоже являются предметом, знаете, мутных дел. А ситуация с Казагр когда по результатам 2018 года оказалось, что у них суммарный убыток больше 120 миллиардов тенге, извините, но это шок. Как можно организации с государственным участием на государственные деньги образовать такой долг? Где деньги? Их найти очень легко. Это никуда не исчезло. Здесь надо просто быть жестким. И когда президент сказал, давайте забудем это как кошмарный сон, я с ним не согласен. не надо забывать это как кошмарный сон, а надо именно все это выявить и соответственно деньги можно вернуть практически все. Было бы желание. И еще один момент касающийся Казагра я бы хотел отметить, с которым я не согласен с президентом. Это то, что он сказал, надо подумать о привлечении зарубежных специалистов. Я хочу сказать, для той деятельности, которой занимается Казагра, во-первых, она вообще не нужна, по большому счету. Но если все-таки его не упразднять, эту организацию, то, я хочу сказать, не надо туда звать зарубежных специалистов. У нас своих хватает. Надо просто нормально обеспечивать контроль за деятельностью наших специалистов, которых у нас хватает. и, соответственно, в случае наличия вот таких немотивированных убытков, каких-то еще освоений мутных и так далее, просто надо жестко наказывать, и когда люди увидят, что за отсутствие результатов или за вот такие коррупционные результаты придется отвечать, ситуация начнет налаживаться. Вот такое положение, наверное, касается не только Казагра. Не только Казагра. Куда ни посмотри, везде эта картина процветает. И везде надо наводить порядок. Спасибо вам за интервью. Спасибо.